Привет! В этом видео я поделюсь с вами своим опытом участия в соревнованиях в категории фитнес-пекине. Если вы подписаны на канал Heavy Metal Gym, то наверняка вы помните меня с прошлого года и 2019 год стал для меня официально вторым сезоном. Я расскажу вам о том, как я готовилась, как после моих соревнований, постараюсь быть максимально честной. И если вам интересно, то оставайтесь смотреть и поехали! Немного забегу вперед и скажу, что я успела поучаствовать в двух соревнованиях, которые проходили 6 апреля и 13 апреля. И я заняла 4 место на первых соревнованиях и 3 и 4 место на вторых соревнованиях. С чего же начинается подготовка? Конечно же с питанием. Питание это самое важное. Очень большое заблуждение, что самое сложное в подготовке к соревнованиям это тренировки. Это абсолютно не так. Самое сложное как раз таки питание, поскольку ваш результат зависит от того, насколько вы придерживаетесь выбранного плана. Моя подготовка началась официально 1 января. У меня было примерно 12-13 недель. Я примерно знала, на какие соревнования я пойду и когда я хочу участвовать. Я планировала на середину, конец апреля, начало мая. Мой вес на начало подготовки составлял 63 килограмма. На момент выхода на сцену первый раз 6 апреля я весила примерно 57 килограмм. Небольшой такой дисклеймер. Все цифры, которые я буду говорить в этом видео, они недостаточно условны. Эти цифры лично мои. Для меня работает очень хорошо подсчет калорийности. Я уже давным-давно пользуюсь специальным приложением на телефоне, которое называется Fitness Pal. Оно очень удобное. Я пользуюсь им уже достаточно давно. И настолько давно, что для меня это стало уже привычкой. Если говорить о макроинтриентах, то у меня было примерно 2 грамма белка на килограмм веса. 0,8-1 грамм жира на килограмм веса. И по углеводам, когда я начинала готовиться, на начало подготовки у меня было примерно 130 грамм углеводов в день. И на конец подготовки у меня оставалось где-то 50-60 грамм углеводов в день. В этот раз я не сидела на безуглеводной диете. За исключением одной недели, примерно за месяц до соревнований, мы решили убрать углеводы примерно на одну неделю. И за эту неделю я увидела, что мое тело поменялось в лучшую сторону. И потом постепенно я вернула углеводы к 50 граммам в день. Тренировки у меня остались абсолютно все те же самые. У меня есть определенный набор упражнений, которые я люблю, которые я делаю. И я не делаю никакого кардио, я делаю эндоквальное кардио, но признаюсь, что даже в процессе подготовки это было очень редко. Я считаю, что гораздо эффективнее потратить все силы, которые есть, именно на силовые тренировки. Поскольку, когда вы ограничиваете вашу калорийность, организм начинает избавляться в первую очередь от мышечной массы. Когда вы поддерживаете силовой режим, когда вы поддерживаете силовые тренировки, то организм понимает, что мышцы вам все-таки нужны, потому что идет нагрузка. И организм начинает использовать жиры в качестве энергии. С позированием тоже получилось очень интересно. И, соответственно, в этот раз я ставила все позирование сама на базе того, что я уже успела узнать из уроков, которые я брала в прошлом году, из того, что я видела на сцене, из того, что я видела у других участниц. И позирование очень индивидуальная вещь. Позирование всегда будет отличаться, исходя из той формы, которая у вас есть. Последняя неделя до выхода на сцену критическая, и в эту неделю можно как улучшить свою форму, так и ухудшить свою форму. И золотое правило спортсменов, что в эту неделю не стоит производить какие-то экстремальные манипуляции. Если вы до этого никогда не пробовали, то лучше ничего экстремального не делать. И придерживаться того графика, которого вы придерживались до этого. В последнюю неделю у меня сохранялось то же самое количество углеводов, это было где-то 50 грамм. Я немного снизила количество протеина до примерно 100 грамм. И также немного снизила количество жиров. И по калорийности у меня было примерно 1200 калорий в день. Была небольшая манипуляция с солью и водой. Соль я убрала за 2 недели до выхода на сцену. И воду я начала пить в больших количествах, по 6-5 литров в день. Начиная с понедельника. В понедельник, в вторник, в среду у меня была большая загрузка водой. И четверг-пятница я пила по минимуму. И день соревнований не пила вообще. Вплоть до окончания самих соревнований. Соревнования, которые пришли 6 апреля, проходили в штате Пенсильвания. В очень красивом новом отеле Казино. Вообще, когда я ехала на эти соревнования, я была очень скептически настроена. Честно говоря, потому что соревнования все-таки местные. И я не знала, чего ожидать. И был такой интересный двоякий момент, когда ты понимаешь, что чем меньше участников, чем хуже качество этих участников, тем больше шансов победить. Но в то же самое время, конечно же, хочется иметь здоровую и хорошую конкуренцию. Время 6.30. Я сейчас поеду на второй слой загара. И скоро буду совсем красиво. И вот мой первый выход. Это класс Новис, где было 20 человек. Я в красном купальнике слева. Мой номер 28. С моим именем, как всегда, проблемы. В этом классе я заняла 6 место. Несмотря на то, что я была в первом калауте. Но, к сожалению, в пятерку не попала. Но зато в опен-классе взяла 4 место. И вот пошел первый калаут. Первые пять девочек. Первые пять девочек. Первые пять девочек. Первые пять девочек. Номер пять! Номер двадцать! Третье! Номер четыре-шесть! Номер четыре! Номер пять! 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 Я уже на финал, последнего митинга не будет, все, наконец-то можно будет поесть, это на самом деле столько адреналина, что есть даже не хочется, я даже готова еще голодать. Время снуло 6 утра, я спустилась только что в отеле внизу, жду завтрака, отдохнула после вчерашних соревнований, конечно, организм жутко уставший, и это огромная нагрузка на самом деле, очень устала от ожидания особенно, и от стояния на сцене, конечно, тело напрягается просто невероятно, нужно постоянно держать позу, постоянно улыбаться и стараться показывать все свои лучшие стороны. Эти соревнования меня абсолютно не разочаровали, я была очень приятно удивлена организацией, и также приятно удивлена тем, как все прошло, и, конечно же, участниками. Я участвовала в двух классах, это Novis и Open Class. Novis класс для тех, кто никогда не занимал призовые места в Open Class, а Open Class уже для всех. И Open Class как раз тот класс, где у вас есть возможность, выиграв первое-второе место, пойти на национальное шоу. Вторые соревнования проходили 13 апреля, и на этих соревнованиях я была год назад. Мне кажется, что вторые соревнования прошли еще лучше, поскольку у них было два Open Class, и фактически квалифицироваться на национальный уровень у участниц было в два раза больше шансов. Если бы я заняла второе место в Open Class, то я могла бы поехать на национальное шоу, но я заняла третье место, и на шоу я не поеду. Ко мне приехала подруга из другого штата меня поддержать, и на этот день со мной были близкие люди, те люди, которые меня поддерживали на протяжении всей подготовки. И, конечно же, я думаю, это сыграло тоже очень значительную роль. Юля, время 7 утра, мы идем на загар. Юля, какие твои ощущения? Рада? Ощущения хорошие, волнуются. А чего волнуешься? Так, у нас остался последний штрих. Помада. Окей, мы готовы, готовы выступать. Так, вот эта школа, high school. Миша? Миша. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...